Рыбы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И, конечно, в конце расклада мы возьмем карта совета, посмотрим, что вам высшие силы советует, что нужно остерегаться или какие-то подсказки, или что нужно вам сделать. И первая карта для вас на начало месяца, мои дорогие рыбы, это карта Диавла. Карта Диавла уже показывает, что в начале апреля у вас уже идут какие-то искушения, у вас идут, может, в самой себе какие-то страхи, обманы. Но здесь, знаете, Диавол не отходит от вас, как будто всегда дает те моменты для того, чтобы вы искушались, для того, чтобы вы сбились с правильного путя. По Диаволу постарайтесь те, которые находятся в отношении, не входить в третье лишнее, как любовники. Постарайтесь такие отношения не иметь в апреле месяца. Следующая карта для вас, мои дорогие, это Пятерка Пентакли. Уход, пустые какие-то надежды. От вас какие-то, может, для некоторых это уходит, какие-то зависимые отношения, которые вы не могли отпускать в своё время. От вас это уходит из-за чего? Потому что вы уже устали, вы не видите силы для того, чтобы это продолжать. И всё-таки решайте это отпускать, дать себе возможности к новой. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на начало месяца. Это карта Десятка Жезлов. Десятка Жезлов – это вся ноша, которую вы носите на плечах. На протяжении апреля месяца, уже в начале первой недели, у вас это очень тяжёлый. Вы как будто не видите дороги что-то менять. Вы как будто настолько сильно устали, что у вас уже нету никакой надежды, нету никакие-то желания что-то менять. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середину. И это что касается у вас. А у вас, знаете, уходит ваше изобилие. Знаете, я хочу сказать, в своё время вы сильно себя высоко видели, вы сильно себя подняли. И может быть из-за того, что вы думали, что у вас всё хорошо получается, всё вы достигаете. Это касается и работы, и отношений, и финансов. Вот у вас это уже уходит в начале. В середине это показывает, что ваше изобилие, ваша стабильность уже страдает из-за самой то, что вы сами это сами допустили. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие, карта Башни. В вашей жизни идут разрушения. Разрушения. Да, все карты говорят о том, что из-за того, что вы сильно по дьяволу искушались, вы в своё время, вы начинаете оплачивать. Вот это, знаете, когда вы за свои какие-то грехи должны отвечать. И у вас на сегодняшний день, может даже на сегодняшний день, это у вас происходит. А в апреле месяце показывает, даже ваше внутреннее состояние, уже нету силы. Потому что у вас идёт каждый день как-то какие-то перевороты, ну как бы разрушается что-то. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас на середине месяца. Это девятка Пентакли. Вы в ожидании, что то, что-то изменится. Но вы не должны стоять в этих бездействиях. Всё-таки для того, чтобы какая-то ситуация, проблема, вы должны какие-то шаги. Не быть в ожидании, что произойдётся чудо и в вашей жизни изменится. Не дайте эти возможности, этот груст на себя. Выбрасывайте этот груст. Даже если это тяжело, даже если это болезненно, всё-таки выходите из этой депрессивной состояния, пустотной состоянии. Начинайте что-то делать, менять что-то в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца. И что вам высшие силы говорят? Нет, это карта влюблённых. Карта влюблённых показывает, для тех, которые были в отношении, это может то, что происходит у вас, это из-за того, что у вас были тайные отношения, у вас были какие-то скрытые отношения. Те, которые без отношения, были как, знаете, в конец месяца вы будете, может, стоять перед какой-то выбор, делать какие-то шаги, что-то менять. Но вы ещё пока не уверены. У вас внутри себя есть какое-то двоинство. Вы ещё пока не думаете, правильно это или неправильно. Для некоторых ещё, может быть, какая-то появится вот в конце апреля какое-то общение. Давайте посмотрим следующая карта. Что это говорит? Вы будете стоять перед выбором. Карта выбора показывает, что вы будете всё-таки решать, что нужно оставить и что нужно выбирать. Всё-таки вы будете это сделать. Вам, знаете, как судьба скажет, что уже пора этот выбор делать. Вам что-то нужно менять. Давайте посмотрим, что высшие силы вам советуют. Карта совета. Начинание чего-то новое, вкладывание в чего-то новое, обучение чего-то новое. Мои дорогие, если вы проходили какие-то испытания, трансформации, то вам нужно уже в конце месяца поменять себя, делать какие-то действия, а не только думать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Субтитры создавал DimaTorzok